Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и у нас сегодня в эфире The Isle of Rima. Недавно вышло новое обновление. Я бы даже, конечно, не назвал это таким грандиозным каким-то обновлением или вообще обновлением. Ну, патч, небольшой патч, в котором что-то нам поправили. А что именно поправили, я вам сейчас скажу. Начну, наверное, с баланса. Наскок, по-моему, теперь тратит стамину нападающего Ютораптора. От удару в голову стегозавру увеличивает шансы его убить. Увеличена сила атаки Тенантазавра. Поигрались и с улучшениями звуков. Звуки динозавров теперь, по-моему, слышны даже на среднем расстоянии. Я пока еще это ничего не смотрел. Сейчас мы это все с вами рассмотрим. Из дополнений можно, знаете, что выделить? Это то, что нам добавили кастомную систему спавна. Сейчас мы это все с вами увидим. То есть мы теперь можем выбрать спокойно область спавна, чтобы встретиться с друзьями. Не то, что как было раньше, да? Ты заспавнился, оказался вообще в другой стороне карты, а твой друг где-то бегает, не пойми где. Да, довольно-таки очень интересно. Правда, непонятно, будет ли эта система потом при полном обновлении игры действовать. Ну а поиграем мы сегодня с вами, наверное, на стегозавре. Многие меня после стримов по обновлению The Isle, когда нам добавили новых динозавров, просили отснять отдельный материал. Ну что же, давайте посмотрим. Так, вот она, значит, новая система спавна. Так, северо-запад, юг появится где-то в центре, юго-восток, север. Я думаю, наверное, можно где-нибудь заспавниться в центре. Почему бы нет? И, кстати, самое еще интересное, что нам добавили, это человеческие постройки. Ох, найти бы мне их сегодня и посмотреть вообще, что это из себя представляет. Такс, что у нас по росту? Ну, понятно, будем начинать с самого маленького хэтча. Ага, вот, вот это вот. Говорил или нет индикатор здоровья. С нами рядом уже, я не знаю, заспавнился Корнотавр. Конечно, в дальнейшем на серверах добавят, скорее всего, ну, как бы, определенный тайминг. Если, допустим, хищник и травоядные заспавнились в одном месте, добавят тайминг, чтобы мы разошлись на некоторое расстояние и в течение, допустим, 50 минут нельзя было атаковать другой вид на месте спавна. Корнотавр меня начинает раздражать. Это уже, конечно, межвид. Можно спугнуть его, но мало это повлияет на него от такого маленького крика стегозавра. Ну, я знаю, что стегозавр может нанести хороший урон. Даже джув стегозавр нанесет хороший урон Корнотаврам. Малыш, если ты меня будешь раздражать, мне придется покончить с тобой. Ты можешь уйти? Так, знаете что? Наверное, сейчас я его сначала отгоню, а потом уже пойду дальше. О, пытаешься, пытаешься атаковать. Ну, давай. Всё-таки просадка фпс в Риме — это что-то с чем-то. Это так больно играть. Это не зависит от вашей видеокарты, от вашей системы. Так, удар нанесён, и малыш Корно просто отправляется к своим праотцам. Ну, я же предупреждал. Это всё оптимизация в Риме. И когда это закончится, я даже не знаю. Когда это всё исправят. Так, мне нужна грязь. Мне нужна грязь. Такс. Дабы закрыть мой кровотёк. Отлично. Одна капля крови. Ну, я не скажу, что Корнотавр, даже Джувик, может нанести серьёзный удар малышу-стегозавру. Кровотечение остановлено. Всё прекрасно. Да, до роста нам, конечно, ещё... Ой-ой-ой как. Мне кажется, знаете, я попал... А в самую стезю... Корнотавров. Так, что у нас по запахам? Улучшение запахов. Ну, немножко приятнее, конечно, смотреть вот теперь на эти зелёные и синие точки. Да? Где у нас находится источник воды. Либо источник еды. Ну, то есть, кусты смородины. На ходу нюхать мы не можем, да? Ну, понятно. Я думал, может, внесут это. Ну, ладно, пойдёмте тогда к источнику еды. Поедим и пройдёмся дальше. Мне вот интересно знать, в какой местности находятся человеческие постройки. Мне очень интересно на них посмотреть. Потому что это 100%... Вот, кстати, сочные кусты смородины. Это 100% как-то взаимосвязано с лором игры. Знаете, я совсем забыл, что здесь действует переедание. И, блин, стегозавр у меня просто блеванул опять. Ладно. Сейчас, я надеюсь, не будет опять. Ой-ой-ой, нет. Ой-ой-ой, нет. Пока, в общем, не пройдёт моё переедание. Есть дальше бессмысленно. Я думаю, тогда, может быть, отлежаться. У нас как раз... Это вечер. Да, скорее всего, это может быть даже рассвет. Отлежаться, поесть, попить и идти дальше. Как-то мог заметить, наверное, да, что в левом нижнем углу у меня, Global Chat, там сидят одни англоязычные игроки. Реально, я зашёл на сервера Эврима, и единственное, где сидит очень много народу, это, получается, сервер официальный Эврима. И, смотри, да, я уже нашёл себе тут некоторых друзей в лице ещё одного Стега и Тенонта. Я такой пишу, и они мне пишут Оу, хай, you're friendly. Я пишу, оу, привет, I'm Russian. Он такой пишет, оу, I'm not что-то, типа, я не знаю русского. Я такой, ну, сори, окей, всё нормально. Такс. Кто-то к нам плывёт, а кто к нам плывёт? Юта? Ну, я слышал, что здесь где-то кричали Юты. Может быть, здесь группа Ют? Может быть, человек, которого я сейчас убил на Карна, он пришёл мстить на Юте? Непонятно. А, по-моему, это Джуф Юта бегает. Или даже хайч Юта, скорее всего. Решила нас потерроризировать? Ну, давай. У малыша, конечно, это не особо выйдет. Я не знаю, хайч, наверное, даже не сможет запрыгнуть мне на спину и вцепиться зубами. А, он написал, сори, типа, я Юта и я голоден. Ну, ты знаешь, нас это не волнует, что ты голоден. Мы как бы своими телами не желаем поделиться с тобой. До сих пор гоняют Юту мелкого. Да можно забить на него просто, и всё. Опс. Тенонта? Тенонтик тоже? А, Тенонтик тоже, по-моему... Ну, получается, он хэч. Такс. По-моему, где-то кричал гипсилофадон. Слушай, ну здесь сейчас у нас соберётся куча травоядных, я думаю. Угу, прикольно. Тенонта, ты бы лучше не кричал так. А вот смотри, да, это рассвет. Всё-таки это рассвет. Я очень надеюсь, что это будет не серия. Посмотрите, я... Грёбанный засранец, дикий, сумасшедший гипсилофадон. Ох ты, ух ты, ух ты. Нифига себе, его тело... Его тушка просто перекрутилась от моего удара. Был ещё один. Карна? Упс, упс, упс. А вот это уже... Стая, стая Карна, стая Карна. Слушайте, ребят, я советую вам уносить свои ноги. Там, по-моему, уже адолты. Там адолты Карна, там адолты Карна! И лучше я советую уходить. Вот это действительно опасно Только хотел сказать про гипсилофадона Все, моих Моих новых друзей уже нету В принципе, как и меня Обидно Да, недолго же мне удалось поиграть За стегозавра Блин Ну, что поделаешь Там, потому что Всего лишь одни хэтчи Если бы с нами были бы какие-нибудь взрослые Тенонта Флоуэ-адолты Либо флоуэ-стегозавры То, конечно, эти адолт Карна Побоялись бы к нам подойти Такс Ну, теперь пришло время Побегать на карнатавре В принципе, достаточно Этот зверь Поманевренней, побыстрее И, может быть, быстрее найдем Какие-нибудь человеческие постройки Мне уж очень хочется на них посмотреть Знать бы вообще В какой стороне Они еще находятся Кстати, многие меня Спрашивают постоянно Скай, когда Будут новые видео По Beasts of Bermuda Отвечу, ребят, на ваш вопрос Немножко не доходят до нее руки Да и по большей части времени Я стал уделять Игре The Isle Но это не говорится о том Что я забросил Bermuda Если Bermuda и будет В скором времени То мы ее, скорее всего Проведем стримом Вот Ну, если, конечно же У меня найдется Капелька времени То обязательно Мы снимем Какую-нибудь серию Ну, не знаю Как вы меня давно просили На каких-нибудь Водных Дина Так что Ну, в принципе Вот Такой ответ На ваши Комментарии Карна интересно Отталкивается От деревьев Смотри Мы бежим И раз Он как будто Дерево Препятствие Обходит сам Стороной То есть Раньше, по-моему, было Он просто Как бы Втыкался в него И тут же Разворачивался В сторону А сейчас Мы просто бежим И смотри Он как будто Сам его обходит Стороной Да, это интересно Оптимизация Улучшения света Хм Посмотри Как пробивается Свет Сквозь Пальмы Сквозь Растительность Хотя Стой Если увести Взгляд А вот Так вот И должна быть Как будто Становится Ярче Светлее И какой-то Туман Это Обман зрения Игра Света Что это Нет Ну смотрится Конечно Красиво Ох Я даже не знаю Может быть Уже спросить У кого-нибудь В чате В группе Где находятся Человеческие Постройки Что у нас По росту Так По росту У нас Мы еще Хэтч 296 Килограмм Очень Я бы сказал Даже Маленький Корнотавр Оптимизация Конечно Повторюсь Оставляет Желать Лучшего Позади Вот эти Вот Постоянные Какие-то Рывки Пролагивания Падения ФПС Меня Постоянно Спрашивают В комментариях Скай Что делать Я Уже даже Устал отвечать На эти комментарии Говорю Ребят Что делать Ждите Ждите Разработчиков Когда Они Это Все Исправят Я думаю Что они Все это Обязательно Исправят Но Опять же Вопрос Вопрос Времени Когда Именно И сколько Это будет Длиться Не знаю Может быть После Нового Года Если в январе Нам привнесут В игру Дейнозуха Птера Тогда нам И Что-нибудь Исправят Ну что же Давайте попробуем Найти Человеческие Постройки Не первые Но Хотя бы Что-то новое Есть у нас Какая-то Вышка Как это На карте В3 В Legacy The Isle Которая Находится За Озерами Близнецами Вот смотри Тебе Нужно Появиться В центре В центре Карты Найти Болото Где В будущем Наверное Будут У нас Постоянно Находиться Дейнозухи От болота Уйти влево Найти Первый источник Воды И бежать Налево Чтобы у тебя Правый С правой стороны Вернее Простите Был Большой Знаменитый Палец Добежать Вот до этого Водопада Влево И Дойти Вот еще До одной Такой развилки Видишь Справа у нас Еще один Водопад И теперь Просто Мы Отправляемся Дальше Вперед По этой Дороге Оу Дриозаврик Мило Но сейчас Ты меня не очень Интересуешь Конечно Можно было бы За тобой Погоняться Пока я бежал Я встретил По моему Бота в воде Здорово Найс Мило Бот Бежит Прямо По воде Это Это вообще Нормально Что сейчас С ним Происходит У меня Сейчас Стамина Закончится Пока я Блин Тут В воде Колыхаюсь Течением Уносит Бота Посмотри Мило И как Мне тебя Достать Оттуда Дружище Ты сам Ко мне Придешь Ты сам Придешь Ко мне Сюда Смылся Повезло Ну вот Мы прямо Такие Вышли Туда Куда Нужно Интересно Интересно Слушай А Кто-то Из игроков Здесь Будет Либо Боты Какие Нибудь Что это Такое Это Что-то Похоже Скорее Всего На Военную Базу Но Это Конечно Не База Хотя Как Это Может Не Быть Военной Базой Это Ж Все Объекты Apollo Engineering Так Где Здесь Вход Что Здесь Может Быть Интересного Довольно Такие Интересные Постройки Слушай А может Быть Именно В этом Месте Происходили Какие Нибудь Эксперименты Над Зверушками Исла Эспера Можно Зайти В эти Контейнеры Все Закрыто Я Думал Пробить Один Из Эти Контейнеров Так Ну Знаете Хорошее Наверное Будет Место Обитания Каких Нибудь Ну Не Сказал Бы Что Юта Рапторов Хотя Хотя Здесь На Контейнерах Можно Будет Посидеть В принципе Да Почему Нет Логично Что То Есть Еще Интересное Интересно Будет Потом Конечно Разобрать Лор Игры Ведь Лор Игры Будет И Уевримы Это 100% Я Я Человек Что Я До Него По Любому Докопаюсь И Узнаю Его Так Отлично Не знаю Как вы Но В этой Игре Я Не Находил Вышку Также Есть У нас Еще Где То По Моему Отдельный Трансформатор То ли Левее Он Где То Там На Поле Должен Я Точно Не Уверен Конечно Можно Принцип Пробежаться И Посмотреть Здесь Среди Камней Так Ну На это Место Я Еще Думаю Я Вернусь Где То Одиноко Стоящий Трансформатор А Может Быть Не В Этой Местности Блин Я До Сих Пор Слышу Крики Триозавра Где То Вдалеке Да С озвучкой Конечно Интересно Поработали Дай Я Вернусь То Что Разрабы Добавляют В Игру Какие-то Объекты Знаете Это уже Более-менее Становится Интересным Хотя бы Мы сможем Уже Ориентироваться На местности По Разным Базам И Всему Прочему Да И Самое Главное Что У нас Не будет Просто Какая-то Лесистая Местность Исла Эспера Найти бы Мне бы Еще Конечно Генератор Я ожидал Что вообще Здесь Кто-нибудь Будет Тусить Я приду Такой А тут На контейнерах Как В Легаси В3 Сидят Ютки Заходит Такой Наглый Карныч Который Сейчас Будет Умирать Без воды И без Еды Довольно-таки Оказывается Все Намного Проще Найти Намного Проще Найти Эти Объекты Вот Помните Тот Водопад В котором Я был На последнем И показал Вам Местность Куда Идти Держитесь От Водопада Как вам Правильно Сказать То есть Смотрите Прямо Прямо На водопад Развернитесь Ровно На 180 Градусов И Все Время Бегите Прямо И Вы Найдете Вот Эту Конструкцию Ну Что Ж Ладно Вот Такой Мини Обзор Пайл Иврима Надеюсь Разрабы В скором Времени Нам Что Нибудь Принесут Более Вкусненькое И Интересное Ну А тебя Я попрошу Поставить Большой Пальчик Вверх Подписаться На канал Нажать Колокольчик Всем Пока Пока Субтитры